всем привет друзья сразу скажу что спойлеров не будет поэтому смело можете смотреть видео до конца сериал слова пацана кровь на асфальте бьет все рекорды по рейтингам всего за месяц он стал самым обсуждаемым сериалом года россии ну что ж с кого бы начать давайте начнем с марата друзья миникаев друзья получил роль марата местного хулигана и младшего брата вовы адидаса однако изначально ушел пробоваться на роль адидаса кастинг директор не увидел в нем говоря банды и предложил поучаствовать в кастинге на роль андрея пальто но и здесь миникаев не подошел а утром марата вписался идеально актер родился в одном из городов татарстана нурлад парню 24 года хотя выглядит он ровесником своего героя в 2019 году урузили окончил казанское театральное училище с 2020 года актер начал сниматься в кино через год вступил в актерский состав театра школы современной пьесы поклонницы огорчились когда узнали что у земли никаев уже человек семейный несмотря на молодой возраст он женат на актрисе азизе бекмановой с которой вместе со школьной скамьи у пары есть маленький сын интересно знали вы об этом обязательно пишите комментариях айголь она песен дочь актрисы юлия переселит и режиссера алексея учителя с детства грезит быть актрисой вместе со своей младшей сестрой машей и мамой они уже выходила на сцену театра и снималась кино можно сказать что это первая главная роль девушки они пришлось долго уговаривать родителей на то чтобы они разрешили сняться в сериале слова пацана мы с юлии подписывали все сцены тому они жуткая роль у нее не просто любовная сцена трагическое изнасилование и прочее я был против потому что это влияет на психику но все-таки решил что для опыта нужно плюс таким режиссером поработать но была некая внутренняя борьба сомнения как сцена будет выглядеть говорит учитель сама же они показала стойкость на съемочной площадке 14-летней девушке пришлось испытать свой первый поцелуй перед камерами с поцелуем это был такой волнительный момент потому что это был первый в моей жизни поцелуй я переживала но мне повезло с моим партнером он относился ко мне как сестренки он понимал что я переживаю волнуюсь поддерживал говорит она девушка с детства растет очень творческим человеком у нее отличный голос они записывают собственные песни во время съемок фильма вызов где главную роль сыграла юлия наследница актриса выпустила свою одноименную песню ирина анастасия красовская строгий инспектор по делам несовершеннолетних на работе а вечером обычная молодая девчонка которой ничто не чуждо именно так я бы описал роль ирины которую сыграл анастасия красовская анастасии 24 года но она уже имеет довольно внушительную фильмографию наиболее популярный из них сериал стая фильмы герда и бультерьер актриса родилась и выросла в минске работала в модельном бизнесе актерского образования не имеет 2019 году снялась в главной роли в клипе тима белорусских витаминка главную роль в своем дебютном фильме герда анастасия получила почти случайно режиссер наталья кудряшова специально искала непрофессиональную актрису и объявила кастинг в интернете анастасия сначала отправила свое фото когда ее пригласили на пробу и застеснялась и отказалась но все-таки режиссеру говорил актрису и она снялась в фильме где ее партнерами по площадке стали юрий борисов и юлия марченко ему достоился приза международного швейцарского кинофестиваля анастасия получила статуэтку золотой леопард как лучшая актриса девушка тщательно скрывает свою личную жизнь одно время и приписывали роман с партнером по съемочной площадке сериала стая павлом табаковым никита коллагривый никита коллагривый уже известный в отечественной киноиндустрии актер никита родился в 1994 году в городе новосибирске поступил новосибирский театральный институт не окончил который поступил в гитис окончил вуз с красным дипломом никита пытался покорить знаменитую щуку щукинское театральное училище но комиссии не понравилась внешность будущего артиста особенно его зубы и ему отказали актер сделает особенность своей главной фишкой которая вместе с талантом принесла ему известность и привела к съемкам в фильме по щучьему велению в одном из интервью никита сказал что ему нравится актер николая караченцев многие зрители отмечают что они похожи внешне скажу честно это из-за зубов также мы можем видеть актеров таких кинолентах как проект она николаевна два холма жизнь по вызову зоя и другие андрей пальто лимон кимстач леон как ирузиль миникаев стали главными открытиями 23 года роль андрея стала почти дебютный для юного актера 2021 он сыграл в фильме нормальный только я где режиссером выступил антон богданов из реальных пацанов и по совместительству очень леона кстати богдана помогал пасынку и во время съемок сериала слова пацана если я что-то не понимал то звонил и писал ему он не помогал говорить им стать и так ли он сыграл школьника андрея из интеллигентной но бедной семьи андрей занимается музыкой играет на пианино после знакомства с маратом подростка принимают в банду универсамовских и дают кричку пальто своими выходками этот юнец довел мать до психушки парень в одночасье стал звездой хотя не планировал быть актером и на кастинг попал случайно конечно не без помощи мамы лаурой кимстач она владелец фитнес-студии медицинским центром в санкт-петербурге тот день я и мои друзья отправились за лимитированными кроссовками до этого мы с моей мамы успели посидеть в кафе где друг семьи скинул маме пост что идет кастинг на сериал слова пацана он предложил и мне попробовать себя вообще не верю что пройду думал что зазря время потеряю но мама настояла мы записали видео визитку хотя отнестись к этому с юмором я был уверен что со мной не свяжутся но потом не позвонили вскоре я поехал на пробы ли он учится в одну из элитных школ дубаи записывать собственные треки но выпускать их не спешит слава копейкин слава копейкин играет турбоправую руку вовы отидаса его роль не самая главная но примечательная 24 летний актер не раскрывает свое место рождения но известно что его детство прошло сельской местности которую любит всем сердцем в школе он учился плохо и даже оставался на второй год слава получил образование в гитисе в мастерской олега меньшикова правда поступил туда только с третьего раза в 2022 году он пополнил группу российского академического молодежного театра студенческие годы копейкин засветился в таких постановках как пролетая на пульс дом кукушки это все что мы можем вам предложить и демон о своей личной жизни ничего не говорит о социальных сетях не афиширует в основном молодой человек сейчас сконцентрирован на карьере герой льва образ несобирательной зима возить и валитинов на самом деле состоял в одной из казанских группировок он был застрелен в подъезде собственного дома в 1995 году и так что же известно об актере зулькарнаев родился в тюмени в 2000 году лев с детства был одарен творческими способностями писал стихи и даже опубликовал книгу черные стены одинокого счастья кроме того он увлекался геологией принимал участие в олимпиадах связанных с этой наукой собирал камни занимался изучением геологии в тюменском индустриальном университете после переезда в москву зулькарнаев начал интересоваться театром он посещал театр юных москвичей и московский дворец пионеров в 2018 году лев поступил в гитис в мастерскую олега кудряшова актер начал принимать участие в съемках фильмов 2021 года на данный момент его фильмографии 7 работ ярал аж герой ярослава был задействован всего в двух сериях 16-летний актер родился в пермском крае с детства он увлекался футболом на данный момент фильмографии ярослава уже пять работ молодой человек призвал юных зрителей не повторять то что происходит на экране он призвал ровесников заняться саморазвитием вы посмотрите как хорошо на улицах никто не дерется все живут дружно развиваются любят семью помогают друг другу и я тем более наши родные не хотим чтобы то что было раньше повлияло сейчас потому что то время 80-х было очень страшное говорит могильников ну вот и все друзья если понравился ролик ставьте лайк а если что-то не досказал то обязательно пишите в комментарии и обязательно напишите комментарии кто из актеров вам больше всего нравится всем пока